Мне кажется, что в некоторой степени происходит некая моральная деградация в нашей стране и вообще, возможно, даже в мире, потому что, ну, что такое мораль, всегда объясняли в детстве родители, которые воспитывали, родители обязаны воспитывать. Сейчас современное общество во многом строится на том, что родители работают, они заняты своими делами, потому что все вокруг кипит, нужно успеть все сделать. Дети предоставлены сами себе, они воспитываются на той информации, которую находят в интернете. И хорошо, если родитель правильно преподнес какие-то жизненные позиции, человек понимает, какую информацию поглощать, какую отрицать, да, но мне кажется, очень много информации неправильно заходит в голову и умы подрастающего поколения и молодежи, поэтому здесь нужно обратить, наверное, внимание, поэтому какие-то, возможно, вещи, которые правительство там запрещает, они, может быть, и на пользу идут для того, чтобы воспитать правильное поколение. Ну, тут опять же, 50 на 50, как обычно. Конкретный пример есть, ну, вот из жизни твоей, да, что иллюстрирует твою позицию? Ну, у меня, к сожалению, к счастью, уже сложилось какое-то свое положение и мнение относительно этого мира, вот, поэтому мне сложно, меня сложно в чем-то переубедить. У меня есть своя позиция и самое главное, что у меня есть своя цель, относительно которой я двигаюсь и какие-то моменты мне просто неинтересны, если они никаким образом не помогут мне достигнуть своей цели, да. Ну, надо на конкретных примерах разбирать. Я не могу сказать, что я суперпродвинутый пользователь интернета и очень много времени там посвящен. Я больше времени провожу в студии за записью, потому что мне интересен творческий процесс, нахождение каких-то там новых, какой-то новой эмоций, написание новой музыки и выступлений, ну, собственно, то, что меня на самом деле интересует, поэтому каждый сам выбирает, какую информацию воспринимать и как действовать и куда двигаться. Ну, вот, конкретный пример, например, у меня есть, да, того, что общество немножечко деградирует, да, вот, мне вот повезло, я живу у меня в микрорайон для там с лесом, да, ну, вот, в этом лесу есть поляна, на которой все обычно собираешься, ну, шишечки там, да, ну, в лесу, соответственно, там, въемочек там и так далее, ну, вот. Я вот недавно туда захожу, а там весь лес превращен в свалку, то есть люди вообще не задумываются о том, чтобы выбросить куда-то, вынести за собой мусор, они вот как-то посидели, так и оставили, абсолютно просто все выставлено мусором. Вот я от тебя такой конкретный пример, да, то есть вот, может быть, недавно, то есть, если ты говоришь о том, что есть, когда дация определенная, да, и не все моральные, да, устои, ну, нашего поколения, да, вот, в нынешнем поколении этого есть, да, вот какая-то конкретика, вот такая, произведена. Ну, может, недавно с чем-то ты столкнулся, что действительно тебя проиллюстрировали вот, в этом году, да, то есть, чтобы ты понял, что, блин, действительно, что-то мне пора делать, вообще, ну, что-то, такая конкретика, да, в случае? У меня это всегда просто так сложно взять и вспомнить какой-то момент резко, было бы круто на самом деле, но я понимаю, что у вас смысл в том, чтобы эти вопросы в таком онлайн режиме задавать, просто какие-то вещи нужно реально вспомнить, чтобы это было интересно, я не помню какой-то конкретный случай, да куча всяких вопиющих случаев, но они не относятся к какой-то деградации, мне кажется. И раньше такого не было, то есть раньше все за собой убирали, не знаю, мне кажется, что во все времена у людей либо есть воспитание, либо его нету, и главное воспитание закладывается как раз родителями.